Встречаемся во втором видео, красимся, я собираюсь в кино и говорим о психотерапии. Праймер. Я пришла к психологу ровно год назад, это был классический психолог классической психотерапии. Проблема взаимоотношений с отцом, трудности коммуникации, обиды, прочая и прочая ерунда, которую нужно было решать, она очень сильно мешала мне жить. Я переживала, я плакала, у нас были конфликты. Последней каплей стало то, что я поняла, что я переношу эти отношения с отцом на отношения с молодым человеком. Боялась ли я? Конечно. В первом сеансе у меня вообще тряслись руки, меня тошнило, у меня тряслись ноги, я шла и была просто в секунде от того, чтобы развернуться и все, избежать. Я пришла, села и распакалась. Поняла, что мой путь будет очень увлекательным, долгим походу, очень интересным. Проходила я всего на пять сеансов, потому что поняла, что моя проблема не решается, еще психолог, к которому я ходила. Нет, оказалось, что меня обидела. Я была в преддверии 8 марта, принесла подарочек. Мой психотерапевт сказала мне, я принимаю этот подарок, но в следующий раз нам надо бы поговорить, почему ты его мне принесла. Так задела, обидела, потому что я по своей натуре, в принципе, очень люблю девушек. Меня это так расстроило, что я поняла, что я больше не пойду. А потом, спустя несколько месяцев, это было уже в июне, моя подруга Вероника позвала меня на тета-сессию. И я офигела. Офигела от того, как просто можно решать свои проблемы, куда их можно принести, где их можно проработать и правда решить. И первый инсайт — это безусловная любовь. Любить все без каких-либо оснований. Если ты любишь, то не требуй ничего взамен. Если ты любишь, это твой выбор и твое желание. Не надо ждать, что тебя в ответ будут любить в сто крат больше. Любить и любить, безусловно. Еще главное, что тебя тоже могут так любить и что ты тоже ничего не должна, если тебя просто любят. Классный инсайт, правда? Тем временем мы уже с тоном разобрались. Вроде все выглядит более-менее адекватно, но у меня есть чуточку высыпания, поэтому я использую консилер от Clorans. Маленькой капелюшечкой наношу его под глазки и здесь на точечное высыпание. Гораздо лучше. Было бы неплохо увлажнить губы, но я где-то затеряла все свои бальзамы, поэтому пропущу этот этап и когда найду бальзам, обязательно этот момент закрою. Я начала ходить на тета, решать свои проблемки по чуть-чуть. Мне понравилось, что не нужно начать каждую неделю, например, и нет какой-то программы. Ты приходишь, когда тебе нужно, ты приходишь, когда ты чувствуешь запрос, ты приходишь и его решаешь. И пока наносим контуринг, рассказываю про второй инсайт. Это принятие. Я научилась принимать обстоятельства. Это произошло, кстати, вот в декабре, когда все шло не по плану. Знаете, этот момент, когда все через одно место. Ты запланировал, а оно все идет не так. Или какие-то внезапные, внеплановые ситуации или обстоятельства, и они избивают тебя с пути. Я научилась, чтобы они меня не избивали. Я научилась их просто принимать. Вот так. Я не могу изменить все. Я научилась принимать то, что я не могу изменить. Не тратить на это свое время и свои силы. Очень полезный инсайт и очень полезный навык. Ну и пока наношу кремовые румяна, очень они не нравятся, поделюсь третьим инсайтом. Ситуаций хороших и плохих не бывает. Мы сами делаем их такими. Обратите внимание, как абсолютно на одну и ту же ситуацию вы и ваши знакомые, например, или близкие подруги относятся по-разному. Тот же самый ковид показал, что одни относятся с диким драматизмом, а вторые принимают ситуацию в лучшую сторону и думают, вау, как это круто, вау, как это здорово, что появилось время посидеть дома, вау, как это круто и здорово. То я могу попутешествовать внутри своей страны, закрыто границей с другими странами. Всегда можно увидеть хорошее. Это открывает суперспособность вас. Видеть хорошее в каждом моменте и в каждом дне. Не бывает плохих ситуаций, не бывает плохих людей. Люди все нейтральны. Мы сами делаем их хорошими или плохими, потому что какие-то черты нам нравятся, а какие-то нет. И в следующий раз, когда вы будете думать о ком-то плохом, понимаете, что это только ваше мнение. Ни человек, ни ситуация, ни обстоятельства, ни продукт таковыми не являются. Это ваше мнение. С этим жить, кстати, намного легче, потому что это относится и в вашу сторону тоже. Когда про вас что-то говорят, когда о вас что-то думают, это мнение других людей. К вам оно никакого отношения не имеет. С вами так комфортно красится, что время пролетает вообще незаметно, как будто я только что села. Тут четвертый инсайт. Пока я наношу гель для бровей, это арт-визаж самый популярный, мне кажется. Инсайт в том, что бывает черных и белых полос. Нас запрограммировали, будто после хорошего, вот сейчас очень хорошо, а потом обязательно будет плохо. Или сейчас очень плохо, обязательно завтра будет хорошо. Вот сейчас закончится черная полоса и обязательно будет хорошо. Но нет, это не так. Зачем себе программировать на жизнь в зебре? Сегодня хорошо, а завтра будет еще лучше. Это не отменяет того факт, что если сегодня плохо, завтра может быть еще хуже, если вы ничего не делаете. Например, все уже решено, все уже запрограммировано. Нифига, ничего не запрограммировано, все зависит от нас. В детстве учили, что вот сейчас объешься много сладкого, будет живот болеть, вот обязательно плохо. А мне вот, например, нравилось в детстве сладкое, и я любила его есть, и никогда мне не было от него плохо. Зачем программировать на что-то плохое? На бровях у меня ламинирование, поэтому я не использую сейчас никакие карандаши, никакие средства. Но любимый у меня все-таки есть, и я сейчас его вам покажу. Это лучший карандаш для бровей от Vivienne Sabo. Он очень бюджетный, стоит в районе 200 рублей, если я не ошибаюсь. У меня в оттенке 3, был еще в оттенке 4, но он очень темный для меня. У меня идеальный карандаш, и он механически хватает безумно надолго. Очень поморик. И финальный инсайт очень позитивный. Пока я крашу глаза, и не зря я ставила его напоследок, потому что он самый объемный. Это инсайт того, что все решаемо. Ваша ситуация, которая вас сейчас беспокоит, или то, в каких обстоятельствах вы находитесь, случается не впервые в истории человеческого. Вы не первый человек, который с этим столкнулись. Правда, какой бы масштаб трагедии не был внутри вашей души, все было и раньше. И сейчас, в настоящий момент, существуют миллионы людей, у которых такая же проблема. Не стоит сидеть с ней дома и ждать, что все само пройдет, или это финал, это все ужас. Нет, все можно решить при большом желании. Все можно решить при тщательной, плодотворной работе. Каждый раз я сталкиваюсь с какими-то своими проблемами, а я очень люблю драматизировать, я очень люблю думать о том, что масштаб ситуации в разы выше, чем есть на самом деле. Помогает то, что мне есть куда пойти, чтобы эти проблемы решить, и понимание, что все обязательно решится. Нет еще такой ситуации, из которой нельзя было выкарабкаться. Кстати, хорошо сработало мое детство, когда мама мне всегда говорила, что всегда есть выход, все всегда решается, все всегда будет хорошо, в любом случае все будет хорошо. Мне очень легко жить с этой остановкой, мне очень нравится осознание того, что все точно будет хорошо. Верите, знаете, чувствуете это, все правда так и складывается. Если у нас есть возможность программировать себя, то почему бы нам не программировать себя на хорошее? Думала, что надеется на худшее. Вот надеется на худшее, и когда случится что-то хорошее, ну классно. Зато если случится что-то плохое, ты не так расстроишься, ты же это уже ждала. Не надо, зачем, господи, как можно было так жить, Вероника? По-богу, я одумалась, и сейчас я говорю о том, что всегда все будет хорошо. Все просто сложится наилучшим образом. А как это будет, мы уже увидим дальше. Верьтесь в ситуации, все придет так, как надо. Тем более, что вы не сидите с ложа ручки, что-то для этого делаете. Сегодня утром заказала себе просто черный карандаш для глаз, потому что как-то поярче их выделять. Не знаю, как. Несить немножко грудью, чуть-чуть на носик и подбородок. Освежит ваш образ, добавит какую-то легкость. Я прошу вас сегодня в комментариях поделиться своим опытом психотерапии, рассказать, как это было у вас, негативно или позитивно, абсолютно неважно, для того, чтобы девчонки другие прочитали это и, возможно, вдохновились и пошли, наконец, решать свои проблемы, которые мешают им жить красиво и комфортно. Вам желаю быть в гармонии с собой, своим телом, со своей головой. Каждый день просыпаться с улыбкой и огромным зарядом, огромным чудесным настроением. Было бы неправильно не сказать о том, что не всегда проблема в матери лежит в вашей голове. Иногда это здоровье. Не зачастую, чем пойти к психотерапевту, когда вы чувствуете упадок сил. Стоит проверить свое здоровье, анализы, сходить к эндокринологу, проверить свое здоровье. Возможно, из-за недостатка витаминов вы расстроены и находитесь в таком вялом состоянии. Будьте здоровы и будьте счастливы. А с вами была я, ваша Вероника Ник, человек, который всегда примет любое ваше мнение в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, потому что видео я планирую снимать и дальше. Я не собираюсь сдаваться. Увидимся в новых видео, в инстаграме, в шугубке. Еще свою душу и говорю вам пока. Вообще, все подержали. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok